все запись включил все четко сегодня у нас какое число 5 5 марта все уже на дворе весна зима закончилась крипто зима тоже скоро закончится ну либо когда-нибудь это случится ладно ребят тогда пойдем что хочется сказать здесь присутствуют ребята с разным уровнем опыта кто-то совсем не знает кто-то знает кто-то уже прошел путь проб и ошибок у кого-то есть уже результаты но суть в чем есть вообще в любом деле неважно бизнес или спорт или это там не знаю какая бы ни была деятельность есть такая карьерная лестница да есть путь от новичка до человека который там сделал результат либо человек который там ну пришел к успеху и суть что в каждом из этих путей есть такая тема что ошибки у всех людей которые проходят этот путь они одинаковые а успех уникален поэтому сегодня мы будем говорить по разным пунктам я сейчас пройдусь по каким да в контексте того что вот здесь ребят постарайтесь не допускать вот тех-то 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 ошибок а то как вы сделаете результат он у каждого будет свой на самом деле у каждого будет своя какая-то особенность у того человека кто там самый большой профит сделать так далее просто запомните для себя ошибки у всех одинаковые а успех он уникален у каждого из вас будут какие-то свои особенные решения в какой-то определенный момент которые вам самые большие результаты будут давать и вот как раз таки самые большие ошибки от которых зависит наш результат если идти вот так по пунктам они лежат в каких плоскостях первая плоскость в которой лежат ошибки это психология мы сегодня с вами в первую очередь разберем психологию вторая плоскость это ориентирование в рынке то есть мы вроде психологии понимаем но мы не понимаем потенциал рынка мы не знаем особенности работы этого рынка до каких-то индивидуальностей в этом рынке да второе это вот ориентирование в рынке третье это основы риск менеджмента то есть и ошибки лежат в той плоскости да это вот по важности если брать и четвертое это уже работа с метриками конкретно будем разбирать метрики как у аналитик что мы смотрим на что обращаем внимание на какие вероятности сопоставляем и так далее но вот первое самое важное это психология дальше это уже ориентация в рынке риск менеджмент и уже непосредственно метрики это знаете как начать строить дом если мы его начали строить без фундамента да вот без психологии там без геодезических работ каких-то там прощупывания почвы так далее мы можем да классный красивый дом построить но в один прекрасный момент развалится давайте чуть-чуть по интерактиве я хочу понять насколько мы на одной волне насколько мы в контексте и вообще принципе так вот у кого как сейчас думает голова вот скажите мне что самое страшное для новичка когда он приходит ну допустим в рынок крипты и пускай это будет наш сегмент сегмент торгов dex вот что самое страшное прям в чате можете написать мы посмотрим что самое страшное с чем может столкнуться человек когда вот он новичок и пришел в dex потерять скам потерять депозит потерять депозит какие еще есть варианты давайте давайте включайтесь чуть-чуть этот мозги слить деп чуть-чуть мозги начнем этот какого включать на одну на одну волну непонимание во что инвестировать хорошо хорошо это это все это имеет место быть это вот как раз таки работа с психологией да у как кто кто с чем приходит кто с чем приходит наверно тот человек который пишет что самое страшное потерять для него да вот у него психологически он очень боится потерять для человек который пишет последний 100 баксов у него эти это действительно последние 100 баксов я вам скажу что самое страшное в этом рынке для новичка а что с ним может случиться, это то, что у него сразу же получится заработать. А страшное вдвойне, если у него сразу же получится заработать до хрена. Это самое страшное. То есть у человека на уровне психологии складывается впечатление, что он, о, оказывается, этот рынок работает так, а где я раньше был, о, оказывается, я все могу, о, оказывается, вот у меня поперли результаты. И у него с самого начала на подсознании, на подкорке закладывается такое, что здесь все суперлегко, я уже все знаю, у него есть самоуверенность, он начинает дышь, в итоге он сливает все, что у него было до этого, не может сделать переоценку ценностей, не может провести работу над ошибками, и по тому же самому сценарию уходит вниз далеко-далеко-далеко-далеко-далеко, плюс его мучает чувство фома, вот я же мог, я же заработал. Короче, это самая большая ловушка. Если у человека с самого начала получается. Поэтому терять последние 100 долларов и все остальное, это не самое страшное. Это не самое страшное. Самое страшное, на самом деле, вот заработать. Сразу же потому, что у вас происходит нарушение на уровне психологии работы с рынком и на уровне выстраивания отношений. На самом деле, это вот как будто красивая девушка с первого раза вам улыбнулась, но она оказалась проституткой. Вот так это работает. Окей, ладно, теперь едем дальше. Как я уже сказал, да, и подвожу к тому, что все здесь, ну, самое важное – это работа с психологией. Окей, с какой психологией я бы рекомендовал приходить в этот рынок? Да, то есть я вот на себе анализирую и понимаю то, ну, с чем я вообще сюда приходил. Во-первых, я с самого начала шел с пониманием, что в этом рынке зарабатывает 1%. Понимание того, что в этом рынке – это трейдинг, неважно, DX трейдинг, любой, да, в принципе, в любом рынке 1% становится успешным, остальные остаются посредственными. То есть и мне придется соревноваться с людьми, вот как мне попасть в этот 1%. То есть я пришел с пониманием, что здесь только 1% зарабатывает. Значит, есть какое-то количество знаний, какое-то количество скиллов, пониманий, которое у меня должно появиться в процессе работы с этим рынком, чтобы я начал попадать в этот 1%. Просто так туда попасть не получится. То есть я сразу же себе понимал, дал понимание, что у меня должно быть в самом начале миллион вопросов, миллион ответов. Я должен разбираться. То есть мне нужно получить насмотренность, мне нужно получить опыт. Это первое, с какой психологией я сюда приходил. Второе – ожидание. Не должно быть каких-то завышенных ожиданий. Да, должно быть намерение, устремление, что я пришел в этот рынок, я хочу сделать результат, я верю в то, что у меня может получиться. Но я не ожидаю, что у меня последние 100 долларов превратятся в 10 тысяч долларов, либо в 100 тысяч долларов. Я сделаю life change money и изменю свою жизнь. Да, если приходим с таким отношением, с такой психологией, это легче в казино пойти. Проиграть эти последние 100 долларов и больше не касать, ну и все, и понять, что чудес не бывает. Точнее чудеса бывают, только они работают немножко по-другому. Окей. Следующее, что хочется сказать. У вас должна быть независимая позиция по отношению к результату. То есть что такое независимая позиция к результату? Допустим, вы приходите, вы для себя определили, дальше мы будем по money management говорить, вы для себя определили, что у вас есть свободное, у кого-то это 1000 долларов, у кого-то 10 тысяч долларов, у каждого свой предел. Вы понимаете, что что бы ни случилось с этой 1000 долларов, заработаю я или не заработаю, я понимаю, что моя жизнь не изменится, у меня есть какая-то стабильная моя деятельность, какой-то доход, бизнес, работа, неважно. Моя жизнь не изменится, если от этой 1000 ничего не останется через какое-то время. То есть это моя позиция, я к этим деньгам отношусь легко. Я какие-то завышенные ожидания на эти деньги не возлагаю, и на этот рынок в целом. Окей, зафиксировали. Дальше. Когда мы уже начинаем в этом рынке работать, здесь по уровню психологии есть такие самые важные вещи, с которыми вы будете сталкиваться, которые я вам рекомендую отслеживать. Дальше, когда мы уже по всему пройдемся, вы просто запомните для себя, в этом рынке есть чувства, которые вами руководят. Это страх, это жадность и чувство фома. Вот вы их должны отслеживать как индикатор и идти не на поводу у этих чувств, а идти им наперекор. Я думаю, много раз вы отмечали такую историю, ну, вообще, в принципе, слышали, когда страх нужно покупать, когда жадность нужно продавать. Вот в те моменты, когда... Это легко сказать, но не просто сделать. В те моменты, когда вы будете эти чувства ощущать, вы их берите как... Это не то, что это 100% именно, вот я это чувство почувствовал, все, значит, нужно действовать. Это как как раз-таки в копилку того собирательного образа, благодаря которому мы принимаем решения. Это вот вероятности. Мы собираем кучу-кучу-кучу разных вероятностей. И это один из как из маячков. Но это очень важный и сильный маячок. И, наверное, такое еще, что из важного по поводу психологии, это об отношении к активу. То есть, когда вы заходите там в какую-то позицию, важно в этот актив не влюбляться. То есть, если в этот актив начинаете влюбляться, вы из-за любви к активу, это знаете, вот любите, есть любимый человек, вы из-за того, что чувствуете к нему любовь, вы недостатки перестаете замечать. Либо соглашаетесь с недостатками. А в этом рынке недостатки выливаются в цифрах, в даунтренд. Поэтому момент такой важнейший, то есть, в активы не влюбляться. Если вы торгуете какими-то активами, пришли именно как гемхантер, сделать иксы и уйти, не зашли в какую-то долгосрочную позицию или продуктом пользуетесь, а просто пришли именно как на охоту, как хищник. Вот в жертву свою влюбляться не нужно. Вот это на уровне психологии. Вот такая хорошая монетка, столько мне дала, чтобы вот этого не было и до последнего в ней сидите. И в итоге рынок-то дает возможность, монета-то дает возможность сделать профит, но вы его не делаете, потому что вот эта психология вам не дает. Либо жадность не дает вовремя продать, либо вот эта любовь вы ошибки не замечаете, когда уже на самом деле есть много признаков, что пора отсюда валить. Фома – это когда вы начинаете залетать во все чуть более-менее похожие монеты, в которых у вас получилось сделать результат, да, но вы его не сделали, и вот вы начинаете отыгрываться. Вот все, что связано с лудоманией, в конечном итоге на дистанции приводит к потере. Можете это, ну, вот как бы для себя зафиксировать. Часто сталкиваюсь с тем, что именно к Дексам и так далее относятся как к лудомании. Конечно, здесь просто, ну, невероятные возможности, и они вот эмоции там в тройне, в пятерне сильнее, чем просто там в каких-то торгах. И это вот все работает на уровне лудомании. Но если мы скатываемся в лудоманию, на уровне психологии, то рано или поздно мы приходим к потере. Окей, зафиксировали. Это вот первые такие вещи, о которых нужно было сказать. Понятно, что мы дальше будем там еще обучение проводить, и более глубоко каждую деталь будем разбирать, потому что это архиважно. Второй момент, второй слой фундамента, нужно уметь ориентироваться в рынке. То есть, когда вы приходите в этот рынок, вы вот непосредственно видите какую-то монету, принимаете какое-то решение, видите, как себя эта монета ведет, но вы не в контексте рынка. Вы не знаете, какие объемы есть в каких монетах, какие есть результаты, какая динамика появления новых холдеров там у успешного или менее успешного проекта. То есть, это все вот контекст рынка. То есть, нужно разбираться. Первое, понимать, в какой фазе вообще в принципе рынок находится. Это вот различать, медвежий тренд или бычий тренд. То есть, как это работает? Если, например, на бычьем тренде монета с капитализацией 3, 5 или 10 миллионов, это было, она только стартанула, то есть, по цифрам понимания было, монета только стартанула, то сейчас, когда у монеты уже там 3, 7, 5 или 10 миллионов, это уже вопрос о том, что она сделала очень приличный результат. И вот нужно понимать, в какой фазе рынка мы находимся. Сейчас мы находимся в медвежке. И сейчас, когда у монеты уже капитализация миллион, это уже, знаете, есть куда откатываться. То есть, вот этот первый момент нужно зафиксировать. В какой фазе рынка мы находимся? Вообще, какие результаты сейчас дают монеты? Какие есть показатели? На что опираться? На что опираться? Что брать за какой-то такой примерный ориентир? Это у меня была такая ошибка, когда я в одной монете сделал огроменный результат. У меня там на балансе было миллион 200 долларов. Но в рынке я не ориентировался. Я как бы в монету-то заскочил, все четко, классно. У меня там профит 300 иксов. Но в рынке я не ориентировался. И я сидел с убеждением, что дальше будет и 2, и 3 миллиона у меня долларов. То есть, она еще сделает сколько-то, сколько-то иксов. А сравнить мне не с чем было. Если бы я был с теми знаниями, как сейчас, я бы тогда фиксировал как можно больше. Или в 2 раза больше, или в 5 раз больше бы зафиксировал, чем тогда. Потому что я понимал, что это уже за пределами стандартных вещей, которые в рынке происходят. То есть, это уже за гранью. А у меня почему-то было понимание, мне просто хотелось быть сразу же мультимиллионером. Не 1 миллион долларов заработать, а несколько. И вот с этим убеждением я жил. Это мое убеждение, но я не был в контексте рынка. Отсутствие того, что я был в контексте рынка, не позволило мне принять правильные решения. Больше зафиксировать, чем зафиксировал я на самом деле. Поэтому потенциал рынка нужно оценивать. Как он оценивается? Это постоянная насмотренность. То есть, мы смотрим, какие монеты, какие делают результаты, как монеты, за какой срок делают результаты. Это все нужно смотреть, отслеживать. Дальше, что еще есть по истории работы с рынком? Классификация активов. Есть активы, в которых, в принципе, в большинстве своем понятно и складывается ощущение, что этот актив будет... Ну, вероятнее всего, это история памп и дамп. Вероятнее всего, это история памп и дамп. И на определенном этапе, что отсюда нужно уже вытаскивать. По поводу того, как вытаскивать, мы уже в основах риск-менеджмента будем разговаривать. Мы это будем более детально разбирать. Это следующий пункт. Есть монеты, которые явно с продуктом, явно с серьезным настроем разработчиков. Определяется это и по наличию вайтпепера. Возможно, потому что команда доксирована. Доксированы – это значит открытые лица. Потому что серьезные коллеры и инфлюенсеры у этого проекта, которые скам не рекламят. Кстати, вот тоже в сторону оценивания рынка. И классификация активов. Точно так же нужно уметь и разбираться, и классифицировать. Это появляется путем насмотренности. Ну, это мы технически будем реализовать в софте. Классифицировать тех же самых коллеров. Есть коллеры, которые рекламируют все подряд. У них в день может по 10 монет выходить. Монеты, которые даже до 150 тысяч капы могут не долетать. Просто прям совсем минутки, так называемые. Монеты-минутки. Есть такие коллеры, которые микрокапы рекламируют. Есть коллеры средние, которым по случайности может и микрокап. Капа такая, залезьте, которая взлетела, упала или вообще скамом оказалась. И уже более-менее какие-то активы. Ну, в зависимости от их аудитории. И есть коллеры, которые не берутся. Вот мы сейчас вам по секрету скажу. Там сейчас проводим переговоры с ребятами, с одними. И у них довольно серьезный подход. И вообще там нужно заполнять огромное количество форм и доказать, что, в принципе, это мы серьезный проект. Собираемся развиваться в долгую, потому что они сотрудничают на долгосрочной основе. С ними сотрудничество заключается. Они потом весь срок жизни проекта тебя ведут. Все апдейты выкладывают. То есть постоянно о тебе говорят. И вот в коллерах тоже нужно разбираться. Ну, то есть дальше мы будем тоже об этом говорить. Но все это происходит через насмотренность, через общение с рынком, через вот некоторое нахождение в этом рынке. Дальше. Потом ориентация в рынке – это по трендам. То есть нужно понимать и знать, какие есть тренды в рынке. Вот, допустим, сейчас ярко выраженный тренд, последние, наверное, полтора месяца. Последние полтора месяца в особенности тренд на монеты, которые с приставочкой AI. Буквально вчера вышла монета, на капу 30 миллионов улетела. И сделала, ну, можно было спокойно ее набрать по 0.03. Она по 0.03, да, вот она два ноля этих села, до 0.03 улетела, там почти 100 иксов. Вот сейчас тренд на такие монеты. И нужно этому тоже придавать значение в некотором смысле. То есть собаки все меньше и меньше сейчас летают. И вот все больше и больше летают монеты с приставкой AI. Есть еще такая в рынке штука, что когда, допустим, выходит какая-то монета с условным названием, не знаю, флоки, вышла монета с названием флоки. Сделала какой-то колоссальный результат и так далее. И после нее начинается там бэйби флоки, санта флоки, там, не знаю, дядя флоки, мама флоки, папа флоки, всякая-всякая ерунда. Вот это монеты-прилепыши, в которых нужно понимать. Но если у разработчика даже не хватило мыслей, понимания, что он выходит с какой-то интересной историей, потом будет делать какой-то продукт и так далее. У него даже нет понимания, ну, вот он просто к названию какому-то приклеился. Тут нужно четко знать. Это памп и дамп история. Там капы 10 миллионов ждать смысла никакого нет. Или там 20, или 30, или что-то сверхъестественное. Или уж тем более, что она догонит или повторит успех той монеты, на названии которого она хайпается. Вот все там шибы, которые выходили, ничего никто не дали. Да, много из них сделали памп и дамп историю, на которых можно было заработать, но с шибой никто не стал. Даже рядом и даже в сотню раз не приблизился к результату, который у нее есть. То есть вот эти моменты тоже через насмотренность мы получаем. Еще какой момент по поводу того, что ориентироваться в рынке. Есть такая правда в рынке, что в этом рынке все деньги чьи-то. То есть если вы в этом рынке забираете профит, значит кто-то недополучит то, что он вложил. То есть поймите, мы все сидим за одним карточным столом, приходим с каким-то объемом средств, ложим этот объем средств на этот стол, а дальше уже мы начинаем вести игру. Так работает трейдинг, так работают все финансовые рынки абсолютно. По поводу того, что мы работаем в рынке DEX. Есть еще рынок CX, централизованных бирж, где торгуются монеты с большими капитализациями и так далее. Вы поймите для себя одну вещь по поводу ориентирования в рынке. Вот в том рынке, где огромное количество денег, где большая ликвидность, большие объемы, там ребята сидят, там не то что акулы, там просто зубры и динозавры, с которыми вам нужно посоревноваться. У которых аналитические отделы, у которых понимание того, как рынок подвергается влиянию, манипуляциям, огромное количество роботов, метрик и так далее. Это суперпрофессионалы. И вот вы идете на тот рынок, пытаться заработать на фьючах или еще чем-то, или на споте, на споте еще куда ни шло, соревнуясь вот с такими людьми. Все, что связано с фьючами, вы с акулами соревнуетесь. Из чего вы решили, что вы сможете у них выиграть. Раз-два может быть получится выиграть. Может быть получится. Но в общем и целом рынок вот так вот перемолит и выкинет. В рынке DEX в большинстве своем мы соревнуемся либо с такими же, как мы, либо соревнуемся, может быть, с разрабами, которые тоже еще не являются супермаркет-мейкерами, и рынок, в котором можно и легче выигрывать. Вот тут эту тоже особенность для себя нужно оценивать. Окей. Это второй пункт по ориентированию в рынке. Дальше. Третий пункт основы риск-менеджмента. Здесь вот еще один момент добавлю, который идет, я вот в этом пункте его записал, но который идет в лудоманство, во всю вот эту историю. Не нужно торговать каждый день. Ну то есть вы пришли найти драгоценный камень. Драгоценные камни, они каждый день не появляются. Они могут неделю не появляться, могут две недели, может месяц не появляться. Понимаете? И есть такой момент, что вот ту же самую пресловутую там шибу или, может быть, суку в самом начале, ну далеко не будем ходить, или там какой-нибудь вольт ину. Это вот одну монету такую нужно было найти в самом начале и купить. Это вот единственное, это единственный ваш трейд за весь год, который вам был необходим, возможно. Чем чаще будете торговать, тем вероятность того, что вы будете успешными и будете действительно заходить в какие-то гемы, где вы почувствовали, что вот тут огромное количество факторов и надо сюда зайти. И, да, чем будете чаще торговать, тем хуже, на мой взгляд. Опять же, говорю только свой опыт, да, у каждого он будет свой, но вот, как мы в самом начале сказали, да, ошибки у всех одинаковые в большинстве своем, успех у всех уникальный, индивидуальный. Окей. Понимаем, мы заходим в рынок DEX, в этом рынке вы должны четко для себя понимать, ну 97% или даже больше монет, которые выходят, они вообще просто банальный скам. Я не говорю про то, что вот монета выпустилась, ее купили, потом продали, она упала в пол, никому не нужна, ну а там ликвидность не заблокирована. Ой, ликвидность заблокирована, она может торговаться. Это просто вот произошла такая игра, памп-эндамп история, да. А есть вообще прям вот 97% это откровенные скамы, когда просто либо рак-пул сливают разработчики, либо просто вытаскивают ликвидность, какие-то дыры в смарт-контракте оставляют, просто откровенный скам. То есть вы идете на конкретно минное поле. И каким бы вы мастером здесь не были, вы должны для себя четко подстраховываться с точки зрения риск-менеджмента, мани-менеджмента. Первый момент, который я считаю нужно использовать, когда вы заходите в этот рынок. То есть ваш депозит, ваш депозит свободных денег, которыми вы психологически относитесь очень легко, этот депозит вы должны разделить на 10, а лучше на 20 частей. То есть у вас будет либо 10, либо 20 попыток зайти в потенциальный гем. Вот вы это для себя оценили и поняли, что вот здесь я могу сделать какой-то профит. 10, а лучше 20. Если у вас 300 долларов и вы решили в 3 актива по 100 долларов зайти, очень большая вероятность, что все 3 окажутся скамами, как бы вы внимательно не смотрели. Вы не сделаете никакого результата и вы с этого рынка выйдете. Поэтому вот первое, что нужно для себя зафиксировать, 10, а лучше 20 ставок так называемых. Давайте их назовем в этом случае ставками. Это первое. Второе, когда вы заходите в актив, особенно если этот актив уже торгуется, у него уже есть какая-то капитализация, допустим, даже 300 тысяч долларов или 500 тысяч долларов, или 200 тысяч долларов, этот актив, которому есть куда падать. Уже какое-то количество людей в пул ликвидности положили деньги, и они эти деньги будут забирать, могут забрать. Все будет зависеть от того, считают ли они нужным это делать или нет. Вот, уже есть куда падать. То заход в такой актив может осуществляться следующим образом. В два удара. То есть вы, допустим, там свои 100 долларов делите на две части. На 50 долларов зашли сейчас. Дальше смотрите, как актив себя ведет. Уже более детально разбираетесь. Смотрите там сайт, как ведет себя комьюнити, социальные сети. Все это мониторите. Понимаете, даже если случился пролив, что вы думаете, хорошо, усреднюсь. Я усреднюсь. Вот. Поэтому в такие активы можно заходить в два этапа. В моменте сейчас и 50% оставлять до того момента, пока вы там более досконально не изучили. Особенно это вот в самом начале, когда монета еще там, условно говоря, на старте. Окей. Следующий пункт, что касается мани-менеджмента. Здесь уже работа как раз-таки с жадностью, с психологией. И сначала на уровне психологии вы должны будете сами с собой разобраться, а потом уже по риск-менеджменту это все учитывать. Есть такая тема, самая консервативная стратегия. Стратегия это выходить на x2. Когда вы купили на 100 долларов монет какой-то, у вас уже там на 200 долларов этой монеты, и вы тело депозита, условно говоря, да, условное тело, вы забираете 100 баксов. И вот вторую половину монет оставляете. Это консервативная стратегия. В разных монетах можно по-разному, да, то есть тут уже тоже нужно отсматривать. Если эта монета какая-то серьезная, есть понимание, что ее там долго и долго будут качать, вот как-то, не знаю, флоки на дне была, ее можно было набрать, но там вот как бы более-менее понятно, да, на x2 можно тело забирать, а дальше пусть летит. Если это какая-то суперстремительная ракета, можно и на x3 забрать. Но вот если по консервативной истории идти, то на x2 забираете тело. Дальше уже смотрите. Дальше, что касается работы с money management в монете. Когда вы фиксируете профит, когда вы фиксируете профит, ну, допустим, вы сделали 2x, 3x или 5x, вы понимаете, ну, вот почему-то у вас есть ощущение, что, ну, все, с этой историей я хочу попрощаться, не вижу перспектив в этой монете, да, вот памп получился, не вижу дальше за счет чего будет продолжение, я из этой монеты выхожу. Из этой монеты вы выходите, но оставляйте 10-15% объема монет. Допустим, у вас был миллион монет, которые вы купили за 100 долларов, сейчас ваш миллион монет стоит уже 500 баксов, ну, не продавайте вы на все 500 баксов. Заберите оттуда 450 баксов. То есть вы зашли с соткой, забрали не 500, а 450. Оставьте 10%. Потому что огромное количество случаев, огромное количество, вот, по теории вероятности, как это срабатывало, что люди выходили полностью, а потом монета улетала далеко-далеко-далеко. Я вот вам расскажу пример Коли Мелеги. И он зашел в Шибу, по-моему, на 10 тысяч долларов, и там через несколько дней из нее вышел. Не знаю, даже с каким-то профитом или не с профитом, может быть, даже при своих. И на пике вот тот объем монет, который он изначально купил, он стоил уже там на Бинансе 36 миллионов долларов. Если бы дядя Коля работал по стратегии и оставил бы 10% на случай ракеты, ну вот он зашел там 10, вытащил там 15, ну пусть он не 15 вытащил, пусть он вытащил 13,5 или 14, а на 1000 долларов оставил, то вот эта десятая часть превратилась бы в 3 миллиона 600. И таких примеров было очень много. Поэтому, когда выходите из позиции, 10% оставляйте на случай вот чуда. А чудеса в этом рынке случаются. И вообще все, что здесь вот о чем мы говорим, это всегда работа с вероятностями. И вот этими вероятностями нужно подстраховываться. Окей, это вот такие основные базисные вещи, да, что касалось психологии, ориентирования в рынке и основы риск-менеджмента. Может быть что-то еще там по ходу буду вспоминать, буду об этом говорить. Все, дальше давайте уже поработаем непосредственно по метрикам, по блокчейну, по тому, как вот мы смотрим в принципе на проект, когда его первый раз видим, да, на что я там в большей степени обращаю внимание, на что в меньшей степени обращаю внимание. Но я работаю со всем вот этим функционалом, да, со всеми знаниями, метриками и так далее, опираясь на все то, что я говорил вот до этого, перечислял. Потому что вот все то это основное. Это будет основным. И только опираясь на психологию, на риск-менеджмент и понимание рынка, здесь можно принимать правильные решения, глядя на эти метрики. Вероятность правильных решений. Не то, что это все гарантирует, но это увеличивает вероятность правильного решения, как по ходу, так и по выходу, кратно. Вот, без этого всего просто, ну, нечего делать, так скажем. Давайте демонстрацию экрана запущу. Так, ребят, видно экран? Кто-нибудь скажет и сейчас загрузится? Да, да, все видно. Все, четко. Окей. Наш софт. В софте монеты разделены, ну, как это выглядит вот в MVP-шной версии на сегодняшний день, да, она потом будет несколько видоизменяться, улучшаться и будет упрощать нашу работу. Ну, а как это выглядит на сегодняшний день? Есть монеты, которые находятся в топ, вот Google переводчик переводит, да, вершина. Это монеты, которые уже дали результат, это монеты, которые уже верифицированы, это монеты, в которых разработчики показали, что они что-то делают. Что они делают? Они залистили их там на CoinMarketCap, они сделали какой-то маркетинг, раз пришли огромное количество людей, создали большой оборот, огромное количество свапов, купли-продаж, да, и довольно большое количество держателей. То есть здесь уже себя проекты проявили. Они могут быть тоже в разных стадиях переоценены, недооценены, но это проекты, которые себя проявили. В таких проектах чаще всего, ну, здесь не приходится рассчитывать на сотни иксов, да, здесь, но здесь приходит, можно рассчитывать на то, что вы ловите какое-то движение, там, на 2, на 3 икса или на 50%, что тоже является неплохим, да, но рассчитывать там на сотни иксов здесь вряд ли получится. Но и вероятность того, что зайдя в этот актив, ваша, там, не знаю, 1000 долларов превратится в ноль, она гораздо меньше. Всегда в рынке работает такое равновесие, да, риск, ревард, они всегда равны. Здесь нету супер возможностей в сотни иксов, но здесь и практически нет такого же супер риска, что это прямо вот здесь и сейчас провалится в никуда. Вот этот момент нужно для себя учитывать. Дальше идут монеты, которые в разделе проверены, да, здесь есть монеты уже, которые не входят в топ, у которых нет такой капитализации, у которых нет такого количества держателей, но разработчики уже провели какую-то работу и эти монеты показали какой-то результат. Вот, шиптор какой-то, да. У них небольшая ликвидность, 43 тысячи, у них маркеткап 283 тысячи и 451 держатель. Давайте сейчас на примере ее и будем разбирать. То есть смотрим на нее, первый взгляд, уже есть куда падать, точно есть куда падать, да. Но и есть, понимая сегодняшний рынок, четко понимаем, что есть и куда расти. Но судя по названию, шиптор, сейчас, а, вот еще второй хайп, который сейчас есть, в преддверии блокчейна Шибариум выходит куча монет, которые якобы в этом блокчейне там будут как-то участвовать в каких-то свапах либо в какой-то инфраструктуре и так далее. Вот это в ту сторону относится. Вряд ли это монета, которая там повторит историю там Бона или историю ПАВ. ПАВ – это вот монета, которая сейчас как раз-таки в DEX-ах шибариумских будет участвовать. Ну, окей, сейчас мы к ней вернемся. По списку непроверенные токены. Здесь идут, да, здесь вот вообще 80 свапов, 28 держателей. Все, это уже история скаманула. Здесь вообще самое минное поле, вообще ничего практически непонятно, да, но и здесь можно купить там за сущие копейки что-то, что потом улетит куда-то далеко. И есть раздел лайф, жить он называется, да, раздел лайф. Здесь вообще вот все, что каждую секунду на Uniswap появляется, оно вот здесь в первую очередь, здесь в первую очередь выходит. Здесь вот, как я вам говорил, запомните, 98% всего, что здесь выходит, это откровенный скам. Это прямо откровенный скам, в котором, ну, не знаю, вот один свап успеете сделать, продать ничего не сможете. Вот любую монету здесь, давайте возьмем призрак какой-то. Все, вот она выходила, у нее вот, она взлетела и сразу же упала, ликвидности 0, продалось, вытащили ликвидностью, до свидания, Ливидерч. Но запомните такой момент, что все те монеты, которые там сделали большую капитализацию, они когда-то были в этом разделе. Но оценить их и понять, ну, прям очень сложно. Это либо какой-то инсайт должен быть, либо у вас чуйка должна сработать, либо вы отсюда, там, опираясь на название, начинаете следить. И смотрите, что, о, появляются держатели, динамика появления держателей увеличивается, потом появляется сайт, у вас уже есть за что зацепиться, за что опереться, да, там, на примере, 110 держателей уже какую-то характеристику этой монете дать. Вот вышла монета, она еще, вот только значок у нее есть, да. Ликвидность 40 тысяч, маркет кап 162 тысячи. Вот, пока что только летит. Что мы здесь можем по этой монете посмотреть? Первое, что я всегда открываю, на что я смотрю, да, ну, это аудит. Вообще проверить, ну, проверить на скам. Нам наш токен-снифер, да, показывает, что не похоже на приманку, хотя 100% на эту гарантию тоже не дает, да. Но нам говорит о том, что это не скам. Нам говорит о том, что есть какая-то дигент-акеномика, 5% на покупку, там, 6,3, ну, наверное, 6, скорее всего, просто тут так корректно отображает. Это на продажу. То, значит, есть какая-то работа. Значит, она будет не такая, может быть, суперволатильная, как монеты, которые с капитализацией, с таксой 0 выходят на рынок, потому что монеты, которые выходят с капой, не с капой, а вот этим с 0%, у разработчиков вариант монетизации и вариант заработка у них какой? Обманывать, ну, не обманывать, а обыгрывать рынок на маркет-мейкинге, потому что у них нет монет, которые им там будут каким-то образом капать. Поэтому там вот и фуды запускаются специальные, всякая история может быть, как будто вроде бы обрушили монету, разработчики там откупаются, потом опять запускают рекламу, маркетинг, и все началось сначала. Когда есть вот такая история с тем, что есть дигент-акеномика, потом уже непосредственно дигент-акеномику нужно смотреть, да, вероятность вот этой истории, она несколько меньше, она тоже есть, тоже может быть, но она несколько меньше, просто по математике. Дальше запускаем анализ свопов, здесь мы видим, да, ну, там комиссию на продажу, в красной зоне находится, да, все, что выше 5% по плате за газ. Ну, дальше смотрим по остальным. По остальной работе проверенный источник контракта, не содержит модификатора комиссии, это когда комиссию могут там врубить 99%, и вы только с комиссии 99% можете продать. Отказались от права собственности смарт-контракта. В общем, здесь по всем показателям все четко по токен-сниферу. Дальше, когда вы посмотрели на безопасность, хотя вот это тоже 100% гарантия нет, это вероятности там на 98%, что здесь все хорошо, все чисто, потому что каждый день разработчики там какую-то новую хрень делают, которую невозможно вот таким способом прочитать, да, и, ну, все равно осуществляют обман. Дальше я захожу, смотрю держателей. Что мне важно увидеть в держателях? Я хочу увидеть распределение по холдерам. То есть для меня важно, чтобы там у первых, допустим, топ-5 или топ-10 холдеров не было кошельков, у которых там больше 5 или, не дай бог, там больше 7% на одном кошельке. То есть это какой-то один человек, если у него там, условно говоря, там 10 или там 15, не дай бог, процентов эмиссии, он одной своей продажей, всей своей эмиссией, может вытащить вообще всю ликвидность. То есть это несбалансированное распределение по холдерам. И эта история прям, ну, такой, как... Это не... Может быть, эти 15% у разработчика, который суперчестняга по жизни, он ничего сливать не собирается, пока там до капа миллиард не дойдет. И это даже к лучшему. Но в большинстве своем это вот такой определенный красный флаг, на который я в первую очередь обращаю внимание. Ну, дальше смотрю, сколько там в ликвидности лежит. Это уже второстепенно на данном этапе, да. Но когда я вижу там, что в ликвидности осталось там 1 или полпроцента, я понимаю, что там скорость волатильности и роста, она гораздо больше, нежели чем вот когда здесь 12%. Здесь еще не такой... Не так все супербыстро. Довольно справедливое распределение, да. Не больше, чем вот 3-3,16%. Но это тоже довольно прилично. Дальше, что я смотрю, что я смотрю здесь. После того, как я там по холдерам посмотрел, да, вижу, что нету чуваков, там, одного или двух, которые могут вообще все это слеть. Я дальше смотрю на, понятно, на график. По графику я определяюсь, да, что пролива еще практически не было. И тут момент какой. Либо сейчас это все так дальше и продолжит лететь, либо нужно заходить половиной сейчас, а половина ждать там на случай пролива. Но опять же, если подтвердятся все остальные вещи, на которые там мы смотрим. Окей, дальше, что я открываю? Я хочу найти социальное подтверждение тому, что у этого проекта есть, ну, как какие-то, этот, какая-то перспектива. Социальное подтверждение я нахожу через социальную активность этого проекта, да, то есть через его твиттер. Смотрю, что есть вообще, кто подписан из этих, кто подписан из инфлюенсеров, есть ли какая-то реклама. То есть, ну, сейчас вот в этот твиттер я зашел, но он по факту мертвый. Нет никакой активности, не вижу, чтобы здесь какую-то где-то рекламу давали. Сейчас просто не могу открыть, да, из инфлюенсеров, я здесь не могу понять, есть ли кто-то, на кого подписан. Ну, то есть, довольно все выглядит грустно и непрезентабельно. Но, возможно, завтра запустится какая-то реклама, и здесь появятся крутые чуваки. Вот, кстати, в обновленной версии у нас будет информация о том, кто подписан на твиттер данной монеты из инфлюенсеров, да, то есть у нас будет собираться пул инфлюенсеров, за которыми мы будем следить, мы их будем классифицировать. Инфлюенсеры, которые там следят за проект, ну, рекламят проекты с микрокапами, инфлюенсеры, которые стараются выбирать, и инфлюенсеры, которые там, ну, такие как Джей Гиген, которые говорят только о монетах, которые уже там состоялись, у которых там твердый пол, так сказать. И вот в этом пункте, сейчас, секунду, и вот в этом пункте, я забыл сказать, в приложении, в пункте держатели, у нас будет фича, которую я тоже, ну, на уровне, на уровне инсайда, знаете, да, оцениваю. Вот мы смотрим и видим, какое количество монет у того или иного кошелька, количество эмиссии, но мы не понимаем, что это сам из себя кошелек представляет. Так вот, у нас будет функция слежения за китами, где, допустим, если кто-то из этих, из этих там, не знаю, вот, 10 кошельков, чувак, у которого больше 100 тысяч долларов на кошельке, в принципе, в каких-то монетах или в каких-то активах, здесь будет показано, что этот кит, там, у него там на кошельке больше 100 тысяч баксов. Мы зашли в такую монету, 110 холдеров, и, допустим, мы здесь бы увидели там одного или двух китов. У нас вопрос, либо этот чувак что-то знает, да, скорее всего, ну, либо есть вероятность, что просто там охотится, не знаю, чем-то ему эта монета приглянулась. Но это определенный плюсик в сторону принятия решения, что, так, как минимум я за этой монетой начинаю следить, как максимум я в эту монету сейчас вот там какую-то частичку, половинку частички депозита, да, из 20 штук, половинку от одной части я закидываю и продолжаю уже следить с другим интересом. То есть вот эта функция, которую важно смотреть, это вот кто из китов является. Раньше мы это делали, там, каждый кошелек брали, вставляли в Zerion, в Zerion не можно смотреть портфолио, и отслеживали, кто там, у кого какие кошельки, да, то есть исходили из того, что не нужно там смотреть, кто что говорит, да, нужно просто следить, куда текут деньги. Вот особенно в фазе бычьего тренда, когда большие объемы, и там довольно не у самых, там, не знаю, как правильно сказать, не самых искушенных игроков довольно большие объемы средств накапливаются, да, а вот кто сейчас в рынке ориентируется в бычку, вы отсюда вырвете просто немерено. А там просто люди пришли, начало получаться, у них объемы, и вот они начинают это крутить, они бегут, бегут, бегут из одной монеты в другую и так далее. И вот это можно отслеживать. И можно отслеживать, когда вот прям большие-большие киты заходят в какие-то монетки, которые они либо сами делают, либо которые там им сорока-белобока там, да, нашептала, что в нее можно заходить, что там за ней будет какая-то история. И вот на это тоже можно ориентироваться. Дальше мы смотрим, понятно, ссылки. И что я лично смотрю, я уже оцениваю сайт. Насколько этот сайт сделан интересно, либо неинтересно. Здесь что-то связано с каким-то стейкингом и так далее. Ну, вообще супер банально выглядит, по крайней мере, вот так для меня на первый взгляд. Да, не какой-то там идеи впечатляющей, не еще чего-то. Ну, скорее всего, это памп и дамп история, и я в такую штуку не буду заходить. Ну, то есть для меня она кажется банальной. Я ее возьму на заметку, там, добавлю ее в избранное, пусть она у меня будет. Добавлю ее в избранное, пусть она у меня будет, да, там, посмотрю завтра, что с ней происходит. Вот, но вот прям так заходить, ничего такого, ну, сверхъестественного, я не увидел, не увидел какого-то интереса. Дальше, понятно, там, нужно заходить в Телеграм, смотреть, какое комьюнити. Сейчас мы не будем проваливаться, да, насколько там активно идет движуха, какие покупки, что говорят. Ну, скорее всего, я бы уже в этой монете не пошел, потому что я не увидел чего-то, ну, чего-то интересного, да, что есть какая-то идея, они как-то приклеились к шип, что какой-то стейкинг будет. Ну, все это, на мой взгляд, исходя из моей насмотренности, все это фигня. Возможно, на ней там можно чуть-чуть прокатиться, но наверняка есть варианты, в которых можно и прокатиться, и у которых есть там дальнейший потенциал, который может оказаться гемом. То есть я лично вот в таком формате работаю. А так монет таких вот, ну, и сотни таких монет выходит. Вот, окей. Дальше. Что важно еще смотреть? Так, сейчас я посмотрю. Вот как раз-таки здесь есть в аудите, это написано в аудите. Я смотрю, с какой ликвидностью эта монета вышла. Начальная ликвидность 3 эфира. То есть когда у вас появляется насмотренность, вы в определенный момент даже вот можете опираться на то, что вот какой-то необычный, вот как-то необычно, вот они вышли почему-то с семью эфирами. Все вот эти скамеры, они там обычно, ну, с тремя эфирами выходят. Да, что вот этот pump and dump они потом забрать не могут или у них там больше не получается. Вот на этот момент тоже иногда я обращаю внимание. Текущая ликвидность уже 12,8 эфира. То есть с какой ликвидностью вышла? Ну, и когда вышла по срокам? Ну, мы вот эту монету взяли, она, на мой взгляд, ничего из себя такого хорошего не представляет. Окей, дальше. Социальную активность посмотрели. Токеномика. По поводу токеномики. Давайте какую-нибудь монетку откроем. Вот это вообще там пушка улетела, Optimus. Посмотрим, у нее есть вообще какая-то токеномика. Это вот проект вчера появился, улетел там на 30 миллионов капы за сутки. У них очень большой пиар. Можно было ее набрать, она довольно долго торговалась. Довольно долго торговалась. Ну, вот здесь. Даже, даже еще там где-то меньше было довольно долго. А, вот. Вот здесь даже вот ее можно было набирать спокойно, она вот сколько времени торговалась. Никаких не было этих. По 0,3 ее можно было взять. Сейчас она сколько она стоит. Сейчас, секунду, неудобно здесь. Сейчас обновлю. Сейчас у нее цена... Сейчас у нее цена 0,2. Ну, то есть там порядка стайксов на пике была. Это как раз-таки монета из... Про тренды, про ориентирование в рынке, да, я говорил. Это монета Optimus AI. Якобы это робот какой-то там у Илона Маска есть, и как-то она к нему привязана. Окей. Но здесь нам важно посмотреть токеномику. Токеномику мы первое видим, да, когда есть какая-то там комиссия на свап, мы видим здесь. А дальше уже как она распределяется, мы смотрим в линке, заходим на веб-сайт и уже здесь читаем. Сайт у них, кстати, прикольно сделан. И уже здесь оцениваем, находим, вот, купить, продать, как она распределяется. Надо смотреть, сейчас здесь выискивать. На что идет эта токеномика. И исходя из этого уже тоже ориентироваться. Если есть сжигание, то это дефляционный токен, и чем больше он будет торговаться, тем будет реже монета. Если есть, должно быть что-то идти там на разработчиков, потому что проект как-то должен развиваться и осуществляться. То есть, ну, нужно смотреть на токеномику. Возможно, там есть поощрение холдеров, возможно, нет поощрения холдеров. Возможно, есть иногда в токеномике заложены цифры на какие-то там памповые кошельки, либо на благотворительность, но это тоже имеет определенное значение. Но благотворительность – это больше как маркетинг. Но если вот идет сжигание, то это такая прикольная история, на которую нужно обращать внимание. Ну, здесь и по сайту сразу же видно, что все так довольно дорого сделано. Приклеились к хайпу Илона Маска. Если зайти в Twitter посмотреть. Вот здесь они пишут про флоки, что якобы флоки не являются их держателем. Не знаю, насколько это достоверно, но с точки зрения маркетинга выглядит прикольно. Вот этот тип с галочкой их рекламирует. Знаю этого инфлюенсера. В Medium уже статья есть, можно почитать. И вот они приклеиваются к хайпу Илона Маска. Да, вот видите, как долго просто проект лежал, никому был не нужен. С 24 февраля, грубо говоря, до этого он лежал. Потом после того, как он запустился, есть такой момент, как спящие токены запускаются. Вот здесь спокойно какая-то проторговка шла, кто-то там баловался, заходил, выходил. Разработчики в это время спокойненько там закупались. Может быть, близлежащие лица какие-то закупались. Ну, никакого пампа не было. Шло первоначальное распределение там за копейки. А дальше потом случился взлет у них гигантский. Вот этот робот какой-то, я так понял, есть у Илона Маска, или который делают. Вот реклама даже есть. Да, и они приклеились к хайпу этого робота. Ну, если рассматривать это как маркетинг, прикольно, круто. Ну, извините меня, на 30 миллионов капа они вот улетели буквально там за сутки. Хотя до этого у них капа была просто копеечная. Окей, по экономике посмотрели. По колерам сразу же тоже начал говорить, да, когда, блин, просто твиттер здесь не могу открыть я. У меня этот аккаунт заблокирован. Так, сейчас попробую. Сейчас попробую. То есть, по твиттеру нужно смотреть, кто подписан, да. То есть, если бы я зашел со своего твиттера, я видел на них подписан и Джей Гигейн, и еще некоторые там чуваки с галочками. То есть, ну, за ними следят. Либо они уже зашли в эту монету, либо им уже проплатили рекламу, и она скоро должна выйти. Но они подписаны на них. Так, это не суперкрутая тетя. Но они в основном эти чуваки с галочками. Вот, 9000 фолловеров у Джована. Он на них подписан. Новая Фитшоу какая-то тоже штука. Тоже за этими нужно последить, кто это такие, что они делают, и почему они подписались. Может, у них какой-то там будет еще токен. Интересно. Тоже чувак какой-то с галочкой. Я со своего аккаунта заходил. Я уже на много фолловеров этих АКО подписан. Вот я подписан на них тоже. И я понимаю, что там много чуваков таких криптонов. Как раз-таки здесь вот это тоже вторая функция, которая будет в платных. Когда мы будем заходить и смотреть, оценивать твиттер, мы будем понимать, что на твиттер этого аккаунта подписаны там такие-то, такие-то крутые инфлюенсеры. То есть мы сразу же будем смекать. Раньше, когда мы руками делали, мы тоже вот таким образом это оценивали, смотрели. Для нас это было довольно большим показателем. Так, что еще хотел сказать по этому поводу. Вот еще какой-то чувак их рекламировал наверняка с большим количеством подписчиков. Да, он 462 тысячи фолловеров. Он про них выставил пост. То есть это вот доказательство социальной активности. Дальше, для того, чтобы, вот, кстати, будет момент, в ЮАналитик будет поисковичок, который будет помогать. Допустим, мы устанавливаем, что мы ищем монеты, мы готовы идти на супер риск. Супер риск – это монеты, допустим, там, до капы 100 тысяч долларов, да, и чтобы нам показывало именно вот такие монеты. И можно будет отслеживать как раз. Либо мы уже, там, мы готовы ориентироваться, мы не готовы к супер рискам, к супер иксам, ну, и супер риски для нас, вот когда вот за секунду мы туда закинули 100 долларов, и они превратились в ноль, мы к этому тоже не готовы. Тогда мы ищем монетки уже с какой-то капитализацией, уже с каким-то количеством фолдеров, которые, ну, уже есть на что ориентироваться, есть что изучать. Так, ну, вот такие, наверное, основные вещи, о которых можно и нужно было сказать. А дальше, конечно, мы будем подгружать уже, то есть, что бы мне хотелось видеть, да, когда я, там, за монетой слежу. А я бы хотел увидеть скорость и частоту появления твитов об этой монете, да, то есть, какова скорость распространения. То есть, у нас будут графики, которые будут показывать количественное увеличение твитов и упоминаний этой монеты. Эмоционально как раз, что об этой монете говорят. С точки зрения, с точки зрения, когда мы смотрим, открываем фолдеров, да, какой функционал будет. Ну, вот сейчас в первой версии не будет, в первой релизной версии этого, но это тоже очень важно, когда мы в фолдеров заходим и понимаем. Здесь мы видим, ну, какое количество там распределений и так далее. мы будем понимать, в каком профите этот человек или в минусе этот человек. То есть, глядя на кошельки, мы будем понимать, так, тут у ребят у всех по 1000 иксов, и просто в одну секунду когда-то начнется паника, и они все, ну, там, все или многие начнут сливать, и поэтому здесь сейчас лучше мне подождать коррекцию. То есть, будет видно распределение, да, кто в монете, как себя чувствует, кто в плюсе, кто не в плюсе. Это вот тоже такая хорошая штука, на которую можно ориентироваться. Она, наверное, больше для того, чтобы уже заходить в какие-то чуть более зрелые монеты, допустим, как оптимус. Вот этот оптимус, как он круто хайпанул, сейчас понятно, я в него не зайду. Ну, то есть, для меня риск-ревард, 30 миллионов капа, уже там 24, ну, мне это неинтересно. Хотя очень молодой токен, вот, он только выстрелил, всего 1800 холдеров, но я, там, возьму его на заметку. Возможно, если он упадет, там, упадет с капы, упадет с капы, там, с 23 миллионов, там, может быть, до 5, возможно, или, там, до 10, ну, то есть, тут уже надо смотреть. Возможно, можно немножко взять в расчете на то, что потом дальше будет, там, более сильный отскок. Хотя, если опираться на историю, как правильно я ее назвал, ориентирования в рынке, для меня это вообще супер страшно, потому что монета, там, улетела, там, до 30 миллионов, это, как бы, очень много. Ну, за год, там, до 100 миллионов улетело считанные, считанные единицы монет. То есть, мы сейчас находимся в Медвежке, и вот такой прорыв, что, там, за сутки они улетели, вот, до, этот, как его, где у них рост начался, вот здесь вот они как поперли, и за сутки улетели до 23 миллионов, это, это круто. Это очень быстрый рост, и капа 30 миллионов, это серьезно. Хотя, есть примеры, вот, были монеты, там, девчонки заходили у нас, какие-то монеты, связанные с АИ, тоже, там, были капитализации, там, до 30 миллионов. Вот, окей. Ладно, давайте, что, по вопросам, тогда пройдемся. У кого есть вопросы, пообщаемся в формате интерактива. Включайте микрофоны. Дмитрий, приветствую. Да, привет. Ага, спасибо, все очень понятно, в общем, здорово, спасибо, вот, за это, как его, созвон, так сказать. Хотел вопрос задать, можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать, вот, про ликвидность, маркеткап и объемы. Вот, когда... Давай. Ага, понятен вопрос, да, в принципе, мой? Ну, нет, давай, договори, договори, чтобы этот точно понимал. Ну, вот, допустим, это оптимус, если мы рассматриваем, чарт, заходим, первое, где показан замочек, то, что... Заблокирована ликвидность, да. Замочек это то, что заблокирована ликвидность, то, что ее забрать не могут разработчики, то есть из этой ликвидности могут забрать только люди, которые принесут монеты туда положат и эфир обратно заберут, да, то есть с этой точки зрения эта монета безопасна. Да, ее могут продать, но разработчики вытащить ликвидность и сказать всем оливидерче не могут. Это надо понимать. Дальше, какие вещи мы здесь смотрим и оцениваем. Соотношение ликвидности и маркеткапа. Ну, на самом деле, здесь относительно нормальное соотношение ликвидности и маркеткапа 23 миллиона и 720 тысяч ликвидности. Если в процентном соотношении сколько это взять, разделить? Это, наверное... Так, если 10% это 2,3 миллиона, это, наверное, 3%. 3%. Это более-менее нормальное соотношение. Есть огромное количество более высоковолатильных монет, где 1%. Но это, конечно, здесь очень легко монета может 2x вниз сходить, 2x вверх сходить. То есть это надо для себя понимать, что она очень высоковолатильна. Если юши взять, у нас капитализация 430 тысяч долларов, а маркеткап меньше 2 миллионов долларов. То есть вот здесь из 23 миллионов только 720 тысяч обеспечены эфиром. Так скажем. Вот так работает соотношение ликвидности и маркеткапа. По поводу волиум. Волиум – это объем торгов. Здесь, наверное, в какой-то степени работает маркетмейкер. Но здесь, при том, что даже если работает маркетмейкер, здесь есть токеномика 3% с покупки, 3% с продажи. Поэтому тут нет такого, что боты прям гоняют с утра до вечера, как это в монетах с нулевыми комиссиями. И вот объемы, они всегда привлекают людей. Объемы и на декстул помогают монете выходить, вход в горячие. Давайте, кстати, посмотрим ее на декстуле. И она и у нас в ее аналитике, получается, да? Где мы ее сейчас нашли? А, это верифицированных. В топе нет у нас ее? А, вот она и у нас, и здесь в топе тоже. То есть в топ вышла за счет того, что вот такие большие объемы. Но объемы нужно смотреть. Тоже они не всегда показатель. Можно там любую говномонету разогнать, объемы хрен знает до скольки. Там просто за комиссию, за газ. Но здесь объемы, даже если и подкручиваются, то они распределяются там на... Ну, они не в такой степени накручиваются, как в нулевых, потому что есть распределение на токеномику. И даже просто, чтобы сделать, прогнать объем, там 100 тысяч, купить 100 тысяч, продать, это 6 тысяч долларов ты минимум теряешь, которые уходят в токеномику. Поэтому здесь в большинстве своем, наверное, маркетмейкер, возможно, подрабатывает, но в большинстве своем это ближе похоже на реальные объемы. А такие реальные объемы на сегодняшний день на рынке, ну, это круто, это большое внимание. Это большое внимание, большие проторговки. Марат, если этот, как он, можешь еще детализировать вопрос, если не ответил? Дмитрий, нет, нет, все понятно. У меня просто что-то во время, когда вопрос задавал, сверху прервалась, отключился, потом я подтверждился, и все, что нужно было, услышал. Спасибо еще раз. Ага, пожалуйста. Дим, привет. Да, да, привет, привет, брат. Как дела? Нормально. Ну что, вы тоже оптимус, да, прокачиваете? Не, не прокачиваем. Я, на самом деле, его только сегодня увидел, я в него не заходил, но увидел и офигел. Слушай, мы зашли, короче, в оптимус, когда у него капа была 1,7 первый раз, а второй раз, когда 4 с копейками. Вот. Давайте на твоем примере, да? То есть, ребята зашли, они как сделали? Они зашли в проект, которому уже куда есть уже падать, потому что 1,7 на сегодняшнем рынке это уже немало. Они зашли каким образом? На две части разделили. Первой частью зашли, начали изучать, видят, он дальше летит, убедились в том, что здесь есть за что зацепиться, докупились еще. Вот, пожалуйста. Мне понравилась, знаешь, какая история, что во время каждого пампа, когда он был, вот если открыть график, попробуй, у тебя 15-минутка стоит, вот сложи его немножко, чтобы он поуже был, чтобы свеча вверх как бы тянулась. Вот, видишь, он идет вот такими зонами, он идет проторговка, потом резкий памп вверх, потом проторговка, небольшой сверху, один памп, два, вот он идет, да, 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 вот он идет по одному сценарию. Они очень много накапливают в этот момент, я каждый день за ним наблюдаю, и там в определенные моменты просто начинаются большие покупки. Он прям покупает, 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 потом они начинают слегка продавать, то есть его немножко, по-моему, падает вниз, видимо, для того, чтобы перед рекламой как раз было позиционирование на покупку. То есть что они делают? Они вначале его проливают, потом накидывают рекламу в Твиттер, и когда люди заходят, они видят, что он немножко на отскоке внизу, и все, они начинают уже автоматом закупать. Вот эти ракеты. Все правильно, смотри, раз, два, три, четыре, короче, все зеленые палки, ну, все, что зеленое, это все палки. Да, то есть у них нет такого, знаешь, такого лайт роста, у них идет жесткий рост, потом проторговка, слив, опять жесткий рост, проторговка, слив, и перед каждым, после каждого слива у них идет реклама. То есть если, допустим, по хэштегу в Твиттер вбить оптимус, сегодня даже, там очень много рекламы. Очень много. Да. Там очень пизде, там со всех углов. Причем, позавчера еще Elon Musk, нет, сегодня он выкинул ночью картинку, где он сидит такой кислотный, у него на руках девочка, и на полу робот, вот этот оптимус, ну, как мальчик, типа, как его сын. И сразу же под этим постом, да, 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 и сразу же под этим постом ребята ему там, если ты зайдешь в комментарии, ты там увидишь сразу комментарии от Оптимус Аи, вот он, вот он, ага, да, и вот это вот очень хорошо бустануло. 72 тысячи просмотров у этого комментария. Да, там еще и ретвиттеры пошли сразу, ну, то есть, короче, нормально, я думаю, на мой взгляд, команда работает очень похоже с Флоки, потому что я Флоки зародил на тысячу долларов, снял. А ты видел у них еще что написано? Ребят, вы только не подумайте, что мы сейчас застрели на нем внимания, что мы тут говорим, что их нужно покупать, вы смотрите внимательно, мы просто смотрите за ходом мысли, по каким критериям мы оцениваем. Смотрите у них еще с точки зрения маркетинга, как было прикольно, прикольно, что они написали, не знаю, насколько это там подтверждено или нет, они написали, что якобы Флоки является их холдером. Вот где-то было, где-то, где-то было написано. Знаешь еще, какая тема написана, сейчас я тебе скажу, я сегодня прочитал, секунду. Вот это тоже очень интересно, на что стоит обратить внимание. Значит, Оптимус это настоящий токен, управляемый сообществом, создатели Оптимус сожгли ликвидность, поэтому собственности нет. Вместо этого, как и в случае с другими токенами, связанными с Иваном, такими как Шиба Ин, у Флоки, Оптимус на 100% основан для сообщества. Все собранные налоги будут прозрачно потрачены на развитие сообщества. Первоначальной командой было видение быть самыми первыми из тех токенов, которые были раньше. Короче, для того, чтобы улучшить человечество. Я, ну как бы, если посмотреть, как проторговывалось Флоки в свое время, начиная с 4, где-то, наверное, с 4 июля 2021 года, то если ты посмотришь, они график подливали плюс-минус так же. Там шел памп, проторговка памп, проторговка памп. Ну вот. И потом ракета улетела на капу в 3 миллиарда. Вот. И это все случилось как бы в течение, скажите, ну почти 8 месяцев. Потому что я иногда смотрел на свой кошелек, у меня было 1000 долларов, потом 300 долларов, потом 5000 долларов, потом 1000 долларов, потом 17 тысяч долларов, потом 5000. и вот такими скачками она, короче, все это время шла. В итоге на пике там было 198 тысяч баксов. и это потому, что я еще как бы фиксил там по пути. Страшно было. Вот. Но по факту мне кажется, что, то есть вот именно для этого актива, я понимаю, что типа 20 капа это уже много, особенно в медвежьей фазе, но для этого актива мне кажется, это немного, потому что... Надо как минимум следить. Да, покупки идут. Я, если честно говоря, сегодня еще купил. То есть вот я подождал, пока он ударился в 30, откатился на 21, и вот на 21 я быстро хапнул еще кусочек небольшой, так чисто, потому что я уже заработал сколько, 14 тиксов я с нее забрал. И по сути просто реинвестировал еще раз. Вот. Потому что мало ли все-таки, мало ли. Может быть, может быть, потому что вот опять же, если говорить про ориентирование в рынке, тренд есть. Илон Маск это ТАИ поддерживает. У него есть вот этот робот какой-то. Я заходил, видел официальную страницу Tesla. Вот это робот Tesla. Да, да, да. Вот. И они вот потом... Реклама. Реклама везде. И вот они к этому, короче, хайпу приклеиваются. Нет, это очень грамотно сделано на самом деле. То есть у них, в принципе, подход прям вот идентичный, как команда Флоки делал. Вот если всю историю посмотреть, очень похоже. Если сейчас надо... Вот какая сейчас основная задача всех, кому это интересно, нас в том числе. Покопаться через транзакции эфира, да, то есть через Эзерскан надо попробовать найти холдеров Шибы, холдеров Доги, там, холдеров Флоки. Если мы сейчас через Эзерскан найдем, а мы сейчас активно пытаемся найти большие кошельки Шибовцев или Флоковцев, то, соответственно, есть очень большая вероятность, что как бы они там все в одном месте сидят, это все одни и те же люди. Вот. Да, вот кошельки. Вот мы как раз таки функцию хотим внедрить, чтобы сразу же было видно, вообще кошельки являются китами. Ну, то есть не сами в монете. Вот это классно. Да, не сами в монете. Ну, в монете мы видим, вот у какого-то чувака там 0,9% эмиссии. А у нас будет здесь подписано, если у него, примеру, там еще 100 тысяч баксов есть или 500 тысяч баксов, будет подписано кит, там больше там 100 тысяч баксов. Да. Ого. Один кит сидит в топ-20, второй кит, третий кит, что они здесь делают? Вот какой-то кошелек подписанный сидит у них в 0,8% имеет. Угу. За ним нужно. Какой-то Integra Whale, да, как у него название? Ну-ка, сейчас еще раз прочитаю. Возможно, инфлюенсер какому-то насыпали. Ну, название знакомое. Integra Whale. Какой-то типа кит. Угу. Ну, что, щелкни на него, посмотри, какие у него активы есть. Так. А вот как активы посмотреть у него? Торгуют, смотри, он туда-сюда гоняет. Дим, нажми, вот чуть выше поднимись. Там кошелечек должен быть нарисован. Вот, байт токен, где жирным шрифтом под желтым значком выделено, вот на это нажми. над контрактом, вот сюда, да, я открою его кошелек. Да, нажимай. Ага, но у него немного. У него вот этот ногчи есть на 6 тысяч долларов, Kawakai на 3 тысячи долларов, MemeTao на 3 тысячи долларов. Ну, такой чувачок, вон, у него куча активов было всяких разных. Газует. Надо посмотреть, с какого кошелька на этот кошелек эфир наливается. к нему, да? Да. Ну, короче, это ребята, кто любит копаться. В общем, да, это все, кто сидит на трансляции. Слушай, Дим, у меня еще вопрос такой. Скажи, пожалуйста, вы будете софт настраивать, чтобы он, ну, помимо Honeypot и коврика, показывал какие-нибудь типа ребейсы, когда эмиссию уменьшают, увеличивают в моменте. То есть, какой-то такой функционал детального проработки смарт-контракта у вас планируется? В бэклоке стоит, в бэклоке стоит, но это там, если по приоритизации задач, это там, не знаю, на третьем месте. Сначала вот основные внедрим, да, для простого пользователя, потому что вот такие узконаправленные вещи, мало даже кто читать умеет. Но то, что их нужно делать, это факт. Постепенно будем... Я еще хотел сказать, есть, короче, такая платформа, называется CoinScan, она недавно вышла достаточно. У них там свой тоже токен есть, чуваки его, неплохие европейцы там качают. Зайди, посмотри, там очень много разного функционала, интересного есть, которые вы можете, мне кажется, тоже себе поставить. Да, CoinScan у нас есть, например, у нас вообще там, наверное, 10-15 разных тусов, которые мы смотрим, и у каждого туса есть какие-то прикольные вещи, на которые действительно можно обратить внимание и внедрить. У CoinScan там удобная тема такая, то, что он может... Ну, у него там, конечно, по аналитике пока он троит еще, потому что он сырой, но у него там прикольная фишка есть, что ты можешь на один экран вывести себе все показатели по токену, то есть не прыгая по окошкам, а все у тебя открывается в одном месте. Удобно в плане того, что когда тебе надо быстро там посмотреть что-то такое там, ну, поверхностное, открываешь быстро, посмотрел выше. Вот, мне кажется, тоже такую штуку вам добавить будет классно потом. Да, ну, сейчас у нас работает продукт с нами, и он как раз таки все переделывает, чтобы все выглядели как продукт. Не как для гика, когда там вот чувак, который умеет разбираться, да, он там везде все посмотрит и так далее, а чтобы для человека, который вот обыватель, чтобы это было более-менее понятно. Вплоть до такого, знаешь, что мы делаем, Лех, будем делать демо-счет, что просто человек приходит и виртуальными токенами вот, ну, торгует и он хоть проверяет себя, правильно ли у него насмотренность, вот он посмотрел там обучение, какие-то рекомендации, начинает там делать первые шаги. Очень прикольно. Еще вам потом туда прикрутить кошелек с этими, с алармами, и вообще будет круто. Но вот мы хотим рейтинговать тоже этих коллеров, да, чтобы было понятно, что за коллер и так далее. А кошелек с алармами ты имеешь в виду что? Ну, то есть, смотри, допустим, вы на базе своей темы делаете кошель внутренний, DEX, допустим, типа как MetaMask, да, проблема заключается в том, что сейчас только у Uniswap есть take profit и stop loss, и то он как бы работает не так, как хотелось бы. Как минимум, было бы классно, если бы был какой-то кошелек типа MetaMask, в котором можно настраивать хотя бы коллы, то есть на телефон, да, образно говоря, там если токен превышает какую-то там капитализацию, то у тебя начинает там телефон вибрировать, звонить, там какие-то на почту приходят уведомления, там что угодно, вот, хотя бы в просетском виде, а потом уже можно докручивать в протоколе, то есть куплю-продажу через смарт-контракт. У нас на третий квартал стоит в реализации торговый терминал. О, кайф, вот это супер. Да, когда ты там зашел в позицию и ставишь в терминале на двух аксах выхожу, или на двух аксах фиксирую там 50% токенов. Да, или наоборот, что будешь закупаться, например, вот зашел в оптимус и поставил, так, если оптимус упадет, там вот до 15, да, вот здесь проторговка была, похоже, распродает. Да, до 17 упадет, я там ставлю ордер, там я на 17, там на 1000 баксов закупаюсь. И все, я не хожу, не смотрю, не слежу, случилось, все, значит, я сел в позицию. И вот эта торговая тема расширит. Да. Ты будешь сейчас сидеть с утра до вечера, чекаешь эти контракты. Да, 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 в том-то и дело. И это и неудобно, и это знания должны быть. Вот сколько времени ты в рынке, да, у тебя какое количество знаний. А чтобы новичку прийти в этот рынок, ну, ему совсем это сложно, поэтому у него должно быть, вот, ну, как можно больше, как можно проще должно быть. И только самое лучшее. Ну, в принципе, уступаю место. Спасибо за ответ. Да. Очень ждем обновлений. Будем вызывать максимально. Да, да, спасибо, спасибо. Давай, пока-пока. Пока-пока. Ребят, есть вопросы еще какие-то? Алло, привет, Дим. Да, да, привет. Не сначала был, где-то вот, наверное, он 20 с вами, 25. А, ну, запись сделаем там. Очень важно в самом начале то, что было. Посмотришь. Видео, да. И вот вопрос такой, когда на Honeypot смотришь, там бывает написано, комиссия меняется на покупку, на продажу, вот это вот, про это расскажи. Можно ли покупать те токены, на которых может меняться комиссия? Да, можно. Какие продажи? Можно. да, смотрите, есть такой момент, ну, допустим, вот в токене Yusha тоже комиссия на покупку и продажу, эта функция, она открыта. То есть, разработчики могут это делать, могут это менять. Так, сейчас вот здесь переведу этих, интересно, посмотрю. Такие вещи уже нужно, там, грубо говоря, ну, в чате спрашивать, да. Вот они тоже, например, вот эти, как его, они от прав собственности еще не отказались. А, и источник не содержит модификатор комиссии. Вот, как раз-таки исходный код содержит функцию, которая может изменить комиссию за транзакцию. То есть, вот они вышли с токеномикой 3.3, ну, и вероятно, что они эту токеномику когда-то будут убирать на нулевую. То есть, они сейчас не могут отказаться от контракта и убрать вот эту функцию полностью, да, потому что у них в планах есть, так же, как и у нас, полностью убрать комиссию. То есть, когда мы там сделаем все продукты, всю токеномику уведем, работу токеномики уведем в продукты, мы сделаем нулевые комиссии, чтобы люди между собой токен могли бесплатно переводить, чтобы он был, вот, ну, таким, более, больше торговался, больше объемов было. то есть, а именно финансовая модель уже шла полностью через работу продукта, а не через спекулятивную составляющую. Вот, поэтому это, ну, то есть, это не является чем-то там супер критическим и так далее. Тут уже нужно смотреть, знаешь, как, ну, когда этот токен только запустился, это вопрос. Когда у тебя уже есть понимание, что разработчики пришли этот токен качать, уже влили огромное количество в рекламу, ответили на огромное количество там вопросов и так далее, уже там крутые колеры под них подписались, за них подписались, да, тут уже на эту вещь, ну, она не так страшна. Так. И у них вот, кстати, вот про, если пора этот оптимус брать, 18-6% у них залоченные токены, для чего-то, это уже нужно там в чате узнавать, разбираться, на какой срок они залоченные, это можно смотреть. Вот, а то, что такое есть, это допустимо. Так же, как я говорил, да, что вот я смотрю, ну, для меня, грубо говоря, красный флаг, если там у каких-то там, не знаю, первого холдера там или второго там, не знаю, 10% эмиссии. Но этот красный флаг, опять же, нужно перепроверять. Может быть, это токены там, как разработчика, может, они залоченные, может быть, наоборот, это токены, которые в рынок никогда не выльются, да, они прольют наоборот этот рынок. Поэтому тоже нужно выяснять, но это уже больше там в чате вопросы задавать, да, и разбираться, понимать, как что работает, сопоставлять факты. Это уже не при таком, не при экспресс-анализе делается. Понял, спасибо большое. Так, ребят, есть еще вопросы? Дим, привет, привет, меня слышно? Да, Ник, привет, слышно. Слушаю, Дим, а вы изучали, вот тоже конкурент, есть такой, D.fi компания. Тоже вот они не подобие создаются, чтобы наше платформу. Этих не помню, если честно. Скинешь в личку, не трудно. У них сейчас, да, у них сейчас тестнет есть, я там тоже сайт так потыкал, посмотрел, но не знаю, может быть, конечно, вы там со своей позиции что-то для себя, может, и почерпнете, но для меня пока вот она такая сыроватая, конечно, очень, но может быть, что-то будет полезно. Да, тут важно, важно в этом рынке, знаете как, собрать то, что самым ценным является, потому что у каждой есть, ну, как работает проект. Вот мы сейчас, допустим, там 50 разных фич выделили, да, для себя. Каким образом мы их выделяли, эти 50 фич? Есть несколько критериев. Первое, критерий самый главный, да, насколько это важно, критически важно знать человеку, который пользуется софтом. Второе, да, насколько это тяжело реализуемо и насколько это там трудозатратно, потому что может быть, знаешь, ну, как в бизнесе, ну, вроде бы она и не сильно и нужна кому-то, это будет вещь, ну, да, прикольно, если будет, а реализовать ее стоит хрен знает сколько, поэтому такую вещь там, 50, она у нас там в списке на 50 месте, а есть вещи, которые вот нам обязательно надо знать, да, вот там по китам, там по твиттеру аналитика, это, ну, сколько бы они ни стоили, это киллер фичи, которые в первую очередь у нас должны быть. И вот у некоторых продуктов, вот мы видим, какие-то вещи, решения прикольные есть, тоже для себя, там, берем во внимание. Все смотрим, все анализируем. За аналитикой будущее, да и в принципе за секс. Так, Ник. Да, Дима, спасибо за ответ. Да, да, скинь, пожалуйста, все берем в копилку, все смотрим. Хорошо. С кем-то даже вот, ну, там договорились коллаборироваться с точки зрения, что просто у ребят там есть определенный, хорошо сделанный, реализованный, узконаправленный функционал, который нам интересен. Ну, зачем нам самим тратить время и деньги на то, чтобы сделать точно такое же, если мы просто с ними там договариваемся и там их функционал просто к себе внедряем там за определенный процент, ну, там уже на бизнес-уровне договариваемся. И им хорошо, что их функционал применяется, они какую-то копейку зарабатывают. И нам хорошо, что нам не пришлось этот функционал делать, мы сократили время. А в рамках одной и той же стоимости, ценности продукту придали больше. Так, ребят, короче, что тут еще можно сказать? Держите 10 миллионов, будем вместе расти, будем вместе юзать этот рынок, будем обрастать большим комьюнити. А дальше будет все интереснее. Ну, представьте, у нас будет комьюнити, там 20 тысяч, 50 тысяч человек. И уже в такой софт многим проектам будет интересно попасть в топы, либо рекламу получить и так далее, либо одобрение комьюнити нашего получить. И, соответственно, они будут приходить, возможно, до выхода с инсайтом, что, ребят, вот мы сейчас будем листиться, у вас там классная комьюнити, вы там топите там за честность и так далее, да, вот у нас такой-то продукт, такая идея, мы будем скоро выходить. Круто было бы, если бы вы нас поддержали. Даже просто вот на уровне инсайта. Вот поэтому в этом много ценностей. В этом много ценностей. Борьба идет именно за пользователей. Так, ну ладно, ребят, что, мы уже полтора часа сделаем так, чтобы сделаем так, чтобы запись сохранилась. Так, установить запись.